Взгляд волевой, серьезный, гордый, при этом столько теплоты, и огонек в глазах, но твердый и полный искренней мечты. Все эти слова посвящены легендарному летчику, открывшему новую страницу в истории отечественной авиации. Масштабный концерт, продолжая череду торжественных мероприятий в честь 80-летия перелета экипажа под командованием Валерия Чкалова. Этот перелет, начавшийся здесь, в Подмосковье, сыграл важную роль в истории российской авиации. Он установил мировой рекорд дальности, открыл новую эру в использовании воздушного пространства. Эту традицию продолжают и сегодня наши летчики, инженеры, конструкторы, космонавты, которые работают и живут в Щелковском районе. Подвиги прошлого, большая мотивация для достижения будущего. В день праздника многие присутствующие подчеркнули значение преемственности в развитии отечественной авиации. Наградами Московской областной думы и главы Щелковского района были отмечены военнослужащие войсковой части 15650, расположенная на территории Щелковского аэродрома, откуда 80 лет назад стартовал знаменитый АНТ-25. Также высшей международной общественной наградой орденом Гагарина был отмечен глава Щелковского района Алексей Валов. В Щелковском районе, на Чкаловской, все пронизано историей. Ведь практически рядом с нами жили и Валерий Павлович Чкалов, и Юрий Алексеевич Гагарин. Те, кто были первыми. Начинался этот перелет в Щелково, готовился на Чкаловском аэродроме. Соответственно, здесь формировался и потенциал всего этого перелета, и его схема, и возможности, и тренировки, которые проводились. Любимые песни, знакомые каждому с детства, и новые композиции, вдохновленные подвигами российских авиаторов, звучали на концерте во Дворце культуры имени Чкалова. Среди исполнителей военный репортер Николай Анисимов, который по праву считается бардом современной отечественной авиации. Проникнутся духом истории отечественной авиации. Гости праздника также могли, посетив экспозиции, разместившиеся во Дворце культуры в этот день. Летный костюм Чкалова, аварийное снаряжение, проект приветствия экипажу знаменитого самолета. Экспозиция мемориального музея Валерия Павловича Чкалова прибыла в город Щелково всего на один день в честь празднования 80-летия перелета. Сюда, к вам, на Щелковскую землю, мы привезли аварийное снаряжение, которое было на борту самолета АНТ-25, фотографии, документы, рассказывающие об этом уникальном перелете, и живописные графические работы художников Маркина, Девяткина. Выставка мемориального музея длилась всего один день, в то время как коллекцию, собранную коллективом Дворца культуры имени Чкалова, жители смогут увидеть в течение недели. В перспективе она может лечь в основу постоянной экспозиции. Сейчас мы снова создаем, вот в преддвериях 80-летия перелета Чкалова, новую коллекцию, которая, наверное, будет началом для создания нашего будущего музея Валерия Павловича Чкалова. А вот эти миниатюрные модели иллюстрируют развитие авиации от первых авиапланов начала 20-го века до наших дней. Коллекция четырех авторов буквально прилетела в Щелково из Симферополя. Один из экспонатов вручили в подарок легендарному штурману женского авиационного полка Галине Брокбельцовой. Точно на таком же она летала в годы Великой Отечественной войны. Я очень признаю, почему? Потому что на этой выставке я увидела все самолеты, на которых летала в годы Великой Отечественной войны и готовились к полетам. Значит, представлены самолеты, начиная с первых самолетов братьев Райт, его знаменитый самолет флайер, самолет князя Кудашева, который в Царской империи в 1910 году совершил свой полет и заканчиваясь современными самолетами. Почти в каждой семье, живущей в микрорайоне Чкаловский, были или есть военнослужащие ВВС. Так что традиции отечественной авиации для них также не пустой звук. Концерт был посвящен Валерию Чкалову, то, что он совершил беспосадочный полет через Северный полюс. Все дела бросим, сразу пришел сюда на концерт, хоть я и не офицер, там у меня только дедушка еще во время войны, ну, был офицером военной воздушных сил. Ходим, смотрим, на каком самолете наш дедушка летал. Впечатления очень красочные, яркие, запоминающиеся. Концерт был на высшем уровне. Да, ну, таких концертов не было у нас в Щелковском районе. Александра Гранич, Сергей Максимов, Ирина Микеда, Александр Рожевский, Станислав Беляев, Игорь Поляков. Телерадиокомпания «Щелково». Спасибо!